друзья приветствую сергей из москвы прислал посылку с образцами масла look oil genesis armartec gc это german car немецкие автомобили 530 это среднезольное масло c3 с допуском volkswagen 504 507 из volkswagen tuarego 3-литровый дизель двадцатого года так две баночки свежая отработка так немножко запачкали сейчас почищу подпишу и буду проверять эталон данного масла у меня был поэтому сейчас проверю свежая и потом отработку так вот заложил пару капель некоторые допуски cncf можете посмотреть так и смотрите 104 процента по противоизносным присадкам очень близко но вот меня насторожил гликоль три десятые процента здесь значит кислот на 187 и щелочной 7 и 9 очень близко но как-то чуть под завышенной я я подумал что лучше вот после этого измерения я обновил спектр вот на данном масле вот такая спектрограмма на ложь это наложение спектров красная линия это эталон черная данный образец вроде как вот так на первый взгляд все совпадает но я думаю что если какие-то участки увеличивать то возможно как некоторые расхождения ну гликоль мне непонятно что гликолем честно говоря почему три десятые гликоля возможно какое-то небольшое изменение в пакете а может быть самой базе но тем не менее я обновил значит все сохранил можно проверять отработку так туары как я уже сказал значит трехлитровый турбодизель 249 сил сделан чип стейч один игр отключен 49 тысяч общий пробег семь с половиной тысяч на масле и 240 моточасов заявлено владельцем так смотрите противоизносных присадок в отработке 92 процента чуть завышена я думаю что это свяжем связано в первую очередь сажей пол процента сажа 051 сажа это плохо сгоревшее топливо из сажи содержится противоизноска из солярки вот это дает повышение по противоизноски и повышение по кислотному 339 тоже это взаимосвязано щелочное 53 вот в общем того стану возможно чуть больше конечно тем чем хотелось бы сажи но мне кажется это связано с настройкой именно чуть забогачена смесь настройщиком вот этот стейч один дал чуть побольше сажи мне так это видится так сейчас покажу вам что произошло с вязкостью обычно отключенный игр дает легкое такое загущение в районе пяти процентов вот здесь здесь у нас а здесь у нас разжижение то есть очевидно настройщик ну как я и предполагал что настройщик здесь по подкрутил смесь чуть-чуть даже наверно забогатил отсюда чуть побольше сажи вот но загущение нет так не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите уведомления о новых видео и покажу сейчас прогноз ресурса по тем данным которые получились значит 11100 километров мощи нейтрализующие свойства 356 моточасов по оксидам азота почти 49 тысяч километров и 1560 моточасов но и вязкость тоже сами видели на мой взгляд для c3 для среднезольного масло отработала прекрасно вот здесь такой момент играет роль разница между щелочным и кислотным ведь и здесь если от 7 и 7 отнять 185 у нас получается чуть меньше шести единиц вот это значение как бы и важно то есть можно 356 моточасов разделить на то значение на разницу между кислотным и щелочным и посмотреть сколько на на одной единице масло проехала моточасов здесь и так на скидку честно говоря не считал где-то около 60 моточасов прекрасный результат если бы это было полнозольное масло с разницей там допустим в 10 единиц бывает и такая разница бывает и больше то грубо говоря это под 600 моточасов представляете для лукойла ну понятно что это дизель здесь объем картера большой я так подозреваю что наверно 78 литров у этого двигателя картер но тем не менее значит масло отлично отработала для c3 как альтернатива импортным маслом очень даже очень даже неплохо ну понятно что это свежий мотор со временем моторе накапливаются проблемы какие-то мелкие неисправности даже любой датчик и я так подозреваю что должен иметь какие-то допуски в одну и в другую сторону просто сделать датчик без допусков очень дорого вот здесь массовое производство какие-то допуски есть и в рамках этого допуска уже может датчик давать погрешность на смесь а это напрямую сразу будет отражаться на на масле вот такая картина пишите что думаете на мой взгляд масло отработало и повторюсь прекрасно с машиной вообще никаких проблем нет разжижение небольшое 11 процентов всего вот все показатели остальные в норме но чуть больше сажи как я сказал уже скорее всего это вопрос настройки небольшой скорее всего сознательно настройщик перебогатил немного вот такой получился тест благодарю сергея за предоставленные образцы все посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока